29-летняя Екатерина Диденко вновь появилась в студии Первого канала. Аптечная ревизора поведала о пути к успеху, к которому пришла с мужем. А вдовевшая блогерша решила рассказать о том, как она с супругом покоряла столицу. Уроженка Пятигорска согласилась стать женой небогатого Валентина и вместе добиваться высот. Екатерина отправилась к возлюбленному, имея при себе всего несколько тысяч рублей. Разлука с Валей была три недели. Это самый длинный срок, что мы были друг без друга, поделилась воспоминаниями Инстадива. Она отметила, что муж уволился с работы и начал все с чистого листа. Первые 10 дней вместе прошли как в раю. Влюбленные отдохнули в четырехзвездочном отеле, наслаждаясь общением. Диденко прошла курсы вождения, но провалила экзамен. К неприятности присоединились материальные потери. Мы влипаем на миллион рублей. Нас развели на деньги, но оказывается, мы отделались легким испугом, пояснила девушка. Вскоре супругов выгнали из съемной квартиры, и они узнали о грядущем пополнении в семье. Пара дважды брала ипотечный кредит на свое жилье. Нам многое удалось прожить, мы много рисковали. Друг для друга мы были целой вселенной. Мы любили друг друга. Мы были вместе всегда. Как говорится, в богатстве и бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас, написала Диденко в соцсети. Екатерина представила подробности своей жизни в телеэфире. Она стала героиней программы Первого канала «На самом деле». Вместо Дмитрия Шепелева ее ведет Тимур Еремеев. Молодая мама ответила на нападки интернет-пользователей и решила доказать свою правоту с помощью полиграфа. «Я снова нахожусь в студии, Хеэт влияет на мою личную жизнь. Я не могу проигнорировать, потому что многие вещи обсуждаются без меня. Абсолютно все перевирается, и никто не знает правды. Не могу сказать, что я на сто процентов доверяю этому способу определения, правду говорит человек или ложь, но посмотрим, что он покажет», — высказалась Екатерина о полиграфе. Блогер потеряла мужа в ночь на 29 февраля. 32-летний Валентин решил порадовать жену на вечеринке в честь ее дня рождения. Он купил 25 килограммов сухого льда и бросил его в бассейн. Мужчина вместе с еще двумя гостями праздника получили ожоги и отек легких. Это стало причиной смерти. Екатерина после гибели возлюбленного отправилась на скандальное шоу у Андрея Малахова. Затем она устроила истерику на программы Ксении Собчак. Диденко со своими детьми встала на подоконник, напугав фанатов.